Аукционы Реальные итоги стали недавно. Если вначале на лот претендовал хорошо, если один покупатель, теперь количество желающих приобрести выставленную на продажу объект недвижимости доходит до 10 человек. Несомненным плюсом электронных торгов является экономия времени для покупателей, так как им необходимо подать заявку в электронном виде, привести комплект документов, а в дальнейшем в самих торгах участвовать уже удаленно с любой точки мира. То есть не надо тратить свое время на то, чтобы приехать к нам и здесь торговаться. Благодаря электронным торгам неиспользуемые площади в прошлом году снизились почти на 14 тысяч квадратных метров. На некоторые объекты сейчас разрабатывается проектная документация, а некоторые уже используются. Здание бывшего государственного лицея торговли площадью почти в полторы тысячи квадратных метров наукцион выставляли еще в 2018-м, однако продали в прошлом в результате электронных торгов. Сейчас здание уже находится в эксплуатации. Мы, конечно, стараемся публиковать на электронных торгах такие объекты, которые более инвестиционно, скажем так, привлекательны. Это объекты в больших городах, комплексы зданий, но также публикуем и объекты в сельской местности. Они тоже пользуются спросом. Проблема, которая достаточно успешно была решена в прошлом году – продажи и последующая эксплуатация крупных объектов. Не то чтобы ранее их не покупали, однако часто на этом все и заканчивалось. На большее у новых хозяев элементарно не хватало средств. Сегодня в Гомель обл. имуществе говорят о положительных тенденциях. Примером успешной продажи может служить здание бывшего кинотеатра по улице Юбилейной в городе Гомеле. Объект продавался свыше трех лет, был продан в декабре 2018 года, и менее чем за год новым собственникам на базе объекта создан современный развлекательный центр для детей и взрослых. Организовано свыше 30 рабочих мест. Также в конце прошлого года нами продан еще один крупный объект. Это незавершенное строительством здание по улице Быховской в городе Гомеле. Площадь объекта свыше 5000 квадратных метров. Новым собственником на его базе будет создан современный медицинский центр. В этом году, правда, действительно крупные объекты выставлять на аукционы не планируется. Хотя утвержденный список все-таки довольно внушительный. Почти 180 зданий, около 150 из которых планируется продать, а остальные сдать в аренду. Причем для потенциальных покупателей предусмотрены не только приемлемые цены, но и ряд льгот в соответствии с указом президента номер 169. Покупателям предоставляется рассрочка цены продажи от одного года до трех лет. При этом покупатель самостоятельно выбирает срок, предоставляемый ему рассрочки. Но кроме того, инновацией именно этого указа является возможность приобретения недвижимого имущества физическими лицами по цене равной одной базовой величине для осуществления деятельности в сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности. Правда, долго ожидать выгодного приобретения в комитете Гомель обл. имущества не рекомендуют. Цена может вырасти в разы. В подтверждении несколько примеров. Эти дома по улице Вайкова в Гомеле выставлялись на аукцион стоимостью в одну базовую величину, а были проданы, соответственно, за 17 и 42 тысячи. Цена на комплекс зданий бывшего пожарного депо в Калинковичском районе в результате торгов выросла почти в 400 раз. А на бывший гомельский кинотеатр и юбилейный, который не могли продать достаточно долгое время, в 1700. Поинтересоваться предложениями можно на сайте комитета. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Новости недели.